Мои дорогие братья, мои сёстры, помните о том дне, когда мы будем возвращены к Аллаху. Бойтесь того дня, когда мы будем возвращены к Аллаху. Готовьтесь к этому дню. У нас много проблем во всем мире, о которых нам нужно поговорить и напомнить друг другу с той целью, чтобы подготовиться к тому дню, когда мы встретимся с Аллахом. Добивайтесь чего-то в этом мире, благодарите Аллаха, и не позволяйте этому достижению отвернуть вас от вашего Господа. О человек, что же ввело тебя в заблуждение относительно твоего Господа? Того, кто сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмерным, того, кто на самом деле придал тебе форму, как ты можешь отворачиваться от своего Господа? То же самое, когда дело касается потерь, мои братья и сёстры. Противоположное достижениям. Как я и говорил, не позволяйте вашим достижениям отдалять вас от Аллаха. Чем больше вы получаете, тем ближе вы должны становиться к Аллаху, и это означает, что у вас благословение от Аллаха. Легко зарабатывать, легко обрести силы, легко добиться власти, легко быть поставленным выше других в плане должности и так далее. Но это нелегко для каждого позволить этому определенному дару Аллаха на самом деле приблизить вас к Аллаху. Когда то, что было даровано вам, приблизило вас к Аллаху, то вы действительно добились чего-то. То же самое, когда вас касаются потери, люди разделяются на две категории. Иногда такая потеря заставляет людей приблизиться к Аллаху. Это на самом деле дар Аллаха. Любая потеря, которая приближает вас к Аллаху, это не потеря, это приобретение. Даже если эта потеря будет длиться всю вашу жизнь. В судный день, когда вы встретитесь с Аллахом, вы получите бесконечное счастье в джаннатульфирдаус. Мои дорогие братья, мои сестры, есть некоторые среди нас. Когда их постигает потеря, они обращаются к хараму, они обращаются к опьяняющему, они обращаются к тому, что является неподчинением Аллаху, не позволяйте этому быть. Будь то потеря, кого-то из вашей семьи, или в вашем окружении, или в вашей власти, или в вашем имуществе, в вашем здоровье, когда вас касается потеря, как верующая. Станьте ближе к Аллаху. Кто-то может спросить, а сколько мне это нужно будет терпеть? Мои братья и сестры, проявляйте терпение, сколько бы ни потребовалось, нет проблем. Разве вы не верующие? Аллах говорит, что Он вознаграждает тех, кто проявляет терпение безгранично, без каких-либо ограничений, без счета. Представьте, кто-то скажет, я вознагражу тебя безгранично. Что ты хочешь? Чего ты хочешь? И не важно, что ты скажешь, ты можешь продолжать просить. Это награда того, кто проявляет терпение. Нам говорится, что человек, который заболевает, и он или она проявляет терпение ради довольства Аллаха, когда они увидят награду за терпение, через которое Аллах предписал им пройти в судный день. Они захотели бы, чтобы их болезнь и боли длились больше, чтобы получить больше награды. Представьте, когда вы проявляете терпение, ничего не делая, проявляете терпение. Это так тяжело, что Аллах Всемогущий дарует вам награду только в таком положении. Вы заслуживаете награду только потому, что вы проявляете терпение. Поэтому настройте себя становиться ближе к Аллаху с течением времени. Пусть Аллах Всемогущий дарует нам благо. Мои братья и сестры, к сожалению, некоторые люди прибегают к другим людям при появлении проблемы таким образом, который не подобает верующим. Они посещают человека иногда, который якобы религиозный. И что же они делают? Они говорят, уважаемый, у меня проблема. Я хочу, чтобы ты сделал что-то для меня, чтобы у меня появились эти деньги, эта должность, эта женщина или этот мужчина. Или чтобы мое отношение с человеком стало таким-то или таким-то. Веря, что у этого человека есть какие-то сверхъестественные силы, которые принесут этому человеку необходимый эффект или влияние. Хотя сила принадлежит Аллаху. И в случае Аллаха это не сверхъестественное, это просто его сила. Никогда не обращайтесь к другим людям для решения своих проблем, посещая тех, кто заявляет, что знает сокрытое или может помочь в том, что сокрыто. Потому что в итоге это приведет к вашему разрушению и их разрушению. И это причинит огромную боль вам, вашей семье и тем, на кого вы хотите воздействовать и повлиять. Тот, кто посетит предсказателя или обратится к гадалке, к такому человеку, который заявляет, что он знает сокрытое, чтобы помочь тебе в этом невидимом, если просто посетите их. В хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, если вы поверите тому, что они говорят, вы не уверовали в то, что я принес. Стоит ли это того? Стоит ли терять ваш иман, посещая таких людей просто потому, что вы устали от того, что происходит в вашей жизни? Проявите терпение. Обратитесь к Корану, к Аяту Аль-Курси, к трем сурам, которые в конце Корана Аль-Ихлас и Аль-Муаввизатан. Ку-ля-уду би-раббил фаляк, ку-ля-уду би-раббин нас. Разве у вас нет убежденности в словах Аллаха? Сколько времени из вашего дня вы уделяете Корану, а потом вы хотите обращаться к колдунам? Вы хотите сходить к гадалке? Хотите обратиться к предсказателю? Хотите сходить к человеку, который может приворожить? «Валлахи, мои братья и сестры! Посещай их, веря в это!» Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит «фа кад кафара бима унзиля аля Мухаммад», саллаллаху алейхи вассалям. Такой человек просто потому, что он верит, что кто-то, кроме Аллаха, может принести удачу. Он теряет веру в послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сделайте таубу, просите прощения у Аллаха, если вы это сделали. И это очень распространено среди нас во всем мире, среди людей, которые называют себя мусульманами. Откуда это? Мои дорогие братья и сестры, мы не должны этого делать. И это то, о чем нам нужно напоминать и говорить, потому что мы теряем нашу веру в Аллаха. Мои братья, мои сестры, это только Аллах контролирует вашу судьбу. А эти люди не контролируют даже свои судьбы. Был один брат, который находился в аэропорту. Он был со своей женой, и определенный человек подошел к нему и сказал ему, «Я предскажу твое будущее за 75 долларов». А тот ответил, «Мне неинтересно, я верующий». Он все равно продолжал идти с ним и говорит, «Я предскажу твое будущее за 70 долларов». Он ответил, «Мне неинтересно, я верующий». И он говорит, он продолжал идти с ним, до тех пор, пока цена не стала 5 долларов, до тех пор, пока не скинул до 5 долларов, субханаллах. Пусть Аллах всемогущий дарует нам силы, мои братья, мои сестры. На этом этапе этот человек присел с этими людьми рядом и сказал брату, «Ты умрешь в 70 лет, ты доживешь до 70 лет». И после этого он говорит, «Я жду мои 5 долларов». «Я жду чего?» «Своих 5 долларов». А этот брат, который верующий в Аллаха, сказал ему, «Мой дорогой брат, я хочу сказать тебе, если ты даже не знал, что я не собираюсь давать тебе 5 долларов, то откуда тебе знать будущее, что я доживу до 70?» Субханаллах! «Откуда тебе знать? Я же даже не собираюсь давать тебе 5 долларов». «А если бы ты знал будущее так хорошо, то зачем тебе нужно было бы выпрашивать у людей по 50 и 70 долларов?» Субханаллах! Мораль в том, мои дорогие братья, мои сестры, обратитесь к Аллаху. Наладьте с ним связь. Читайте Коран каждый день. Аятуль Курси настолько силен, что защитит вас от любого, кто хочет навести на воспорчу. Это защитит вас от любого, кто хочет нанести вам вред. Послушайте дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорил, «Бисмиллях» с именем Аллаха. «Аллязи ла ядурру ма асмихи щейун фил арди. «Ва ла фиссамаи ва хува ссамийу алим» с именем Аллаха, с именем которого ничего не может навредить на земле, а также на небесах. И он, всеслышащий, всезнающий, повторяйте эту дуа на ежедневной основе, и ничто вам не навредит. Необходимо лишь это условие, ваша вера и убежденность. Я убежден. Что мне навредит? Ничего. Совсем. Я принадлежу Аллаху. Делайте, что хотите. Пусть Аллах защитит всех нас. Эта твердая убежденность создает твердый купол вокруг вас, потому что сам Господь миров заботится о вас. Он защитит вас, и не нужно обращаться к хараму, чтобы добиться чего-то или получить защиту. То же самое. Если вы посмотрите на причину неспослания двух последних сур Корана «Куль ауду би Рабби фаляк, куль ауду би Рабби нас», то она связана с защитой против колдовства. Читайте эти аяты, и вы увидите, что любой, кто завязывает узлы и дует на них, считается колдуном. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит «Мен сахара, фа кад ашрака, Аллах Велик». Тот, кто читает заклинания, тот принял участие в предавании сотоварищей Аллаху. Вы убираете себя из ислама. Зачем? Не делайте этого и не идите к кому-то, чтобы это сделать. Никогда это не приносило блага. И если бы в этом было благо, во всем этом, то у человека, который занимается этим, была бы жизнь царя царей. А они сами бедные, у них ничего нет. Они даже не знают, что произойдет в их личной жизни. У них такие же проблемы со здоровьем, как и у нас. Но они обманывают нас, и иногда да, они на самом деле связываются с темной стороной. Мы верующие, и мы всегда с нуром Аллаха. В сегодняшнем послании мощь. Аллах дарует вам. Продолжайте улучшать связь с Аллахом. Аллах продвинет вас до такого положения, которое Он знает, что желает Сам, в то время, когда Он желает, если это не пришло и не придет. Ну и ладно, мы все равно с Аллахом. Я в итоге добьюсь максимального успеха в Ахирате в любом случае. Мои братья и сестры, когда вас касается потеря здоровья, тогда не теряйте надежду, делайте две вещи. Обратитесь к медицинской помощи и в то же время взывайте к Аллаху. И только к Аллаху. О Аллах, направь врачей. Возможно, обратитесь к травнику, нет проблем. Обратиться к кому-то, кто предложит альтернативное лечение в плане гомеопатии. Или, возможно, назначить какие-то травы, которые дозволены. Можно. А вместе с этим, что вы делаете? Вы вызываете к Аллаху. О Аллах, направь врачей, чтобы они правильно поставили диагноз. Направь, чтобы они правильно назначили лечение. Или, в случае, например, если предстоит операция, которую нужно сделать. О Аллах, направь врача так, чтобы эта операция прошла успешно. Но к кому вы вызываете? К Аллаху. И только к Аллаху. Это успех. Вот это успех. Но обращаться к таким людям, которые, например, заявляют, что они вызывают духи мертвых. И, возможно, они что-то из этого делают. Неважно, делают они это или нет. Это не из жизни верующего. Идти таким путем. Вы верите в Аллаха? Тогда не обращайтесь к тем, кто заявляет, что они вызывают духи мертвых. А они иногда могут это делать. И все это совершенно другое дело. Но в то же время, если вы верите в Аллаха, то он затронул эту тему в Коране, а также затронул в Сунне. И вам нужно начать с прочтения смысла двух последних сур Корана. Это звучит так красиво. Вы хоть раз задумывались о смысле этих сур? Узнавали ли вы причину неспослания этих сур? Мы ищем у Аллаха защиту от того, кто завидует, когда он завидует нам. А еще важнее, чем это для вас, это не завидовать другим. Это всегда во благо нам говорить, мои братья и сестры, дружите с хорошими людьми, будьте в хорошем окружении. Но большой вопрос, являетесь ли вы хорошим человеком? Являетесь ли вы хорошим другом для тех, с кем вы общаетесь? Это еще больше вопрос, чем другой. То же самое и здесь. Вы хотите быть защищены от зависти, а как вы завидуете другим? Чувствуете ли вы радость, когда кому-то становится лучше, чем вам? Или вы расстраиваетесь? Сегодня у нас болезнь, которую мы должны излечить в наших сердцах. И это то, что нам не достает чувство радости, когда другие чувствуют радость. Мы просим Аллаха Всемогущего защитить нас. Просим Его благословить нас, мои братья и сестры. У вас есть дар, лучше, чем любой дар. Что это за дар? Хейруль-Хадьи, Хадью Мухаммадин, салла Аллаху алейхи вассалям. Лучший из примеров, это пример пророка Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. Самый лучший дар, который у вас есть, это то, что вы верующие. Вы верите в своего Создателя. У вас прямая связь со своим Создателем. Взывайте к Нему. Это должно быть усладой для ваших глаз и довольством для вашей души. Связь с Аллахом. Как только вы начинаете связываться с кем-то, кроме Аллаха, вы на самом деле многого не добьетесь. Поддерживайте связь с Аллахом. Я приглашаю вас, мои братья, мои сестры, к улучшению своей связи с Аллахом. Я приглашаю вас, мои дорогие братья и сестры, и это лучшее приглашение, которое может быть. Улучшите свое отношение к намазу, к ежедневным пяти намазам. Улучшите свою связь с Кораном, со словом Аллаха. И вы никогда не ошибетесь, мои дорогие братья, мои сестры. Улучшите свое отношение к зыкру. Что такое зыкр? У зыкра огромный широкий смысл, но один из них — это повторять слова восхваления Аллаха. Субханаллах, альхамдулиллях, Аллаху акбар, ла иляха илляллах. Это прекрасные слова восхваления Аллаха. Повторяйте их, они вам помогут. Сколько раз вы говорите, Субханаллах, я хайю, я кайюму, бирахметика, астагиф, аслихли, ша'ни, куллях, ва ла такельни, иля нафси торфата айн в моей жизни. Я осознал, что это одно из самых сильных восхвалений Аллаха. Давайте я повторю его и переведу, чтобы вы насладились. Просто от смысла этих слов, а представьте, как насладитесь от мощи. Я хайю, я кайюму, о, вечно живой, о, тот, кто никогда не дремлет. Ты бдителен, полностью, всегда, ты знаешь. О, вечно живой! Бирахметика, астагиф, я отчаянно ищу твоей милости, я отчаянно прошу твоей милости. Аслихли, ша'ни, куллях, улучши для меня все мои дела. И не оставляй меня самому себе, даже на мгновение ока. Вы просите Аллаха, о, Аллах, неважно, кто я, я отчаянно ищу твоей милости. Сделай для меня благими все мои дела, и не оставляй меня самому себе, даже на мгновение ока. Представьте, вы повторяете эту дуа, и она успокаивает вас. Сегодня нам нужно принимать решения в жизни. Всем нам, некоторым, небольшие решения, а некоторым большие. Просите Аллаха направлять вас, чтобы вы сделали правильные решения в жизни. И Он направит вас. Аллахум махирли, вахтарли, снова. Валя такильни, иля нафсе торфата айн. Вы просите Аллаха помочь вам выбрать, выбирать, выбрать для вас, помочь вам решить. Вот что это. К сожалению, слабые из нас, мы иногда забываем, что это Аллах, к кому мы должны обращаться во времена сложностей и трудностей. Вы знаете, шайтан работает каждый день. Каждый день он приходит к нам разными способами. Некоторых атакует больше, а некоторых меньше. Усильте свою веру, и он не сможет вам ничего сделать. Есть другое прекрасное дуа, чтобы защитить себя. Послушайте внимательно. «Рабби, о мой Господь, я прибегаю за защитой к тебе. от нашептываний шайтанов, дьяволов». Я ищу защиту у тебя, о мой Господь, от того, чтобы они даже не приходили в мое присутствие. «Рабби, аууду бика мин хамазати шайатин, ва аууду бика, рабби, ай, яхзурун». О Аллах, о мой Господь, я ищу твоей защиты от нашептываний шайтанов, и я ищу твоей защиты от того, чтобы они даже не приходили в мое присутствие. Скажите, если вы произнесли эту дуа с убежденностью, вы думаете, что ваш Господь оставит вас? Когда Он уже даровал вам миллиарды вещей, о которых вы даже не просили, и вы думаете, что вещи, о которых вы просите, что Он вам этого не даст? Субханаллах! Мои братья, мои сестры, верьте в Аллаха. Хорошее направляется к вам, приблизьтесь к Аллаху. Когда благо направляется к вам, не отдаляйтесь от Аллаха. Когда плохое направляется к вам, негативное, поймите это, вы верующие. Вот пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям говорит, «Аджабан, ли амри лму'миней, паинна амраху кулляху ляху хейр». Удивительно обстоят дела истинно верующего, ведь, несомненно, всё, что происходит с ним, на самом деле, ему во благо. Мы с вами всегда в выигрышной ситуации, потому что происходит что-то плохое, вы проявляете терпение. Обращаетесь к Аллаху, происходит что-то хорошее, вы делаете шукар, вы благодарите Аллаха. И оба эти варианта приближают вас ближе к Аллаху. И в конечном итоге, когда вы встретитесь с Аллахом, в конце всего этого вашего мирского путешествия, и вы перед Аллахом, то вы являетесь к Нему с книгой, которой вы гордитесь. Пусть Аллах Всемогущий дарует нам облегчение и благо. Итак, мои братья и сестры, я прошу, чтобы Аллах проявил милость ко всем нам. Молитесь за тех, у кого меньше, чем у вас. Помогайте тем, у кого нет того, что есть у вас. Просите блага у Аллаха, молитесь за ваш народ. О, Аллах, даруй этому народу процветание. Пусть Аллах одарит этот народ во всех отношениях и защитит его. Защитит от вреда, зла, потерь, негатива, бедствий, заражений, болезней. Пусть Аллах дарует ему процветание не только в экономике, но и красоту, процветание, сердец. Я часто посещаю и я всегда говорю людям, вы не знаете, что такое Нигерия, вы еще не общались с ее людьми. Возможно, вы знаете оттуда несколько человек и пару негативных вещей, но вы не можете судить от 280 до 300 миллионов людей, основываясь на делах 5 или 10, или чуть больше, малого процента. Но из-за такого незначительного количества, к сожалению, судят о народе. Так происходит. Если миллион людей смогли перейти дорогу, никто об этом не говорит. А у одного человека не получилось и его сбила машина. Вот главный заголовок новостей. Пусть Аллах Всемогущий защитит нас. Благодарите Аллаха, Он благословил вас, даровал вам. Защищайте мир и стабильность вашей нации, стараясь быть лучшим ее представителем. Будьте ответственны за то, что вы говорите и как вы говорите. Благодарите Аллаха. У вас дар, если вы посмотрите во всем мире, вы увидите, что идут войны, увидите трудность, увидите бедствие. Берите уроки из этого, берегите себя. Живите в гармонии с теми, с кем вы не согласны, и Аллах благословит вас. Живите в гармонии с теми, с кем у вас разногласия, и у вас могут быть сильные разногласия. Нет проблем, но будьте уважительны. И никогда, ни за что, не участвуйте в том, что может разрушить мир и стабильность, потому что дар, амэн, на самом деле очень близко, и сразу после дара имэн. Первый дар, который есть, это имэн, а после, это амэн, это безопасность, это защищенность. Чего же хорошего? Или, например, у народа нет безопасности, но есть богатство. Чего же тут хорошего? Я лучше буду среди народа, где у меня чуть меньше, но у нас безопасность, мы любим друг друга, уважаем. Вы вообще можете быть разных вер, совершенно. Знаете что? Есть обоюдное уважение, вот что это. Я не согласен, вы не согласны. Ля кум динукум уали я дин. Какой сильный аят. У вас ваша вера, у меня моя. Субханаллах. То же самое касается и среди самих мусульман. Будьте осторожны с теми, кто хочет внедрить ненависть в ваши сердца, до такой степени, что вы начинаете хотеть проявить физическую жестокость. Это на самом деле пагубно для вашей самой сути и существования. Будьте осторожны в этом. Я стою на Минбаре в эту пятницу, чтобы напомнить вам, мои братья и сестры, что в религии Аллаха есть очень мощное, прекрасное присутствие, которое не требует от вас быть жестокими, причинять боль или насилие. Мы настолько убеждены в истине, которая у нас есть, что нам на самом деле не стоит переживать за окружающую ложь, ведь у нее нет шанса. Будьте уверены в этом, у меня есть прекрасное внутреннее спокойствие, потому что я знаю, ничто не может его сотрясти. Когда приходит истина, что она делает с ложью? Автоматически, автоматически она уничтожает ее, люди узнают. Знаете, был один шейх, который объяснял молодым студентам, что здесь на доске кто-то нарисовал, например, кривую линию. Давайте представим, что на доске нарисовали кривую линию, и теперь пришли люди и им сказали, как сообщить другим, что это кривая линия или как ее выпрямить. Итак, каждый студент придумал свое решение. Я сделаю то-то, я ее сотру, я изменю ее направление и так далее. И в итоге наставник научил их, смотрите, когда перед вами кривая линия, вместо того, чтобы тратить свое время на то, чтобы заявить, что она кривая, просто нарисуйте прямую линию рядом и продолжайте. Идите дальше. Весь мир, проходя, будет говорить, это кривая линия, а это прямая. Чего еще вы хотите? Чего еще вы хотите? Вы были продуктивны и конструктивны, вместо того, чтобы уничтожать и заново создавать. То, что негативно, пусть Аллах облегчит нам. Конечно же, этот пример, возможно, неприменим во всех аспектах, но это то, над чем можно поразмышлять. Пусть Аллах Всемогущий дарует нам облегчение и благо. Я прошу Аллаха, субханаху ва-та'але, избавить от страданий и мучений каждого из нас. Несомненно, частью жизни является то, что вы будете проходить в своей жизни через трудности. На регулярной основе, один или два раза в год, у вас может быть насморк, какие-то проблемы с желудком и так далее. Это все является планом Аллаха, чтобы показать, о человечество, вы просто люди. Аллах Велик. Аллах Велик. Примите это и относитесь к этому спокойно. Это не конец мира. Вы верующие. Пусть Аллах избавит от страданий тех, кто является бездомным. Пусть Аллах избавит от страданий тех, кто не знает, что будет есть сегодня на обед. Будет ли хоть что-то. Пусть Аллах избавит от мучений тех, кто не знает, где достать одежду, чтобы прикрыть себя. О, Аллах, помоги тем, у кого нет дома, у кого ничего нет, те, у кого нет здоровья. Во всем мире. Тех, кто страдает от тревожности и неуверенности. Пусть Аллах облегчит для них, для нас и для всех. Молитесь за других и вы обнаружите, что милость Аллаха не спускается на вас. Вот Мухаммад салаллаху алейхи ва салям говорит нам, когда вы молитесь за кого-то, то ангелы говорят, О, Аллах, даруй этому человеку то же самое или лучше. Чье дуа лучше, мое или ангелов? Ангелов. А как мне добиться дуа ангелов? Помолиться за кого-то еще? Пусть Аллах всемогущий смилуется над нами. Пусть Аллах всемогущий поможет нам так, что когда мы проходим через трудности, когда мы хотим добиться чего-то, когда мы проходим через благо, не важно что, чтобы все это приближало нас ближе к Нему и чтобы мы никогда не обращались к тому, что вызывает недовольство Аллаха. Пусть Аллах поможет нам делать правильную тоубу. Братья и сестры, мое последнее приглашение вам сегодня я приглашаю вас и себя приглашением Аллаха. Второе приглашение того же рода. Третье приглашение в том же направлении. Все эти аяты говорят нам вернитесь обратно к Аллаху. О вы, которые уверовали для того, чтобы вы преуспели. Итак, это приглашение просить прощения у Аллаха на ежедневной основе. Смотрите, это может быть тяжело для меня сказать кому-то или даже посмотреть на себя в зеркало и сказать себе эй ты, вернись к Аллаху. Но пример пророка Мухаммада самый лучший среди нас и он просил прощения у Аллаха до ста раз в день, хотя у него не было необходимости. Но это пример. Если он это делал и я сделаю, давайте расскажу вам о красоте этого. Первый раз, когда вы сказали о Аллах, прости меня, первый раз, ваши грехи были стерты и вы повторили еще 99 раз после этого. Что это вам дало? У вас повышался статус больше, больше и больше. Итак, я не сомневаюсь в милости Аллаха. Я продолжаю повторять «О Аллах, прости меня», не потому что я сомневаюсь, что я прощен. Я прощен. Ислам основан на милости, основан на любви. Но я повторяю это, потому что я люблю своего Создателя и хочу быть ближе к Нему. Итак, он повышает мой статус. Барак Аллаху ли в лакум фи лакум лакум фи лакум фи лакум бима фи хима мин айя ти лакум акулу каули хадха ва стагфиру лакум ва лисайр муслимин фастагфирух wow иннху хв 1993 ご хв 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 х х х Субтитры создавал DimaTorzok